Как парни могут сделать себя более привлекательными? Моя жена чертовски красивая, и когда она старается, то просто поражает меня. Я тоже хочу выглядеть хорошо для неё, но не знаю как. Если ваша главная задача физическая привлекательность, я бы начал с поиска здоровых способов достижения здорового веса. Если вы уже достигли этого, очень важна правильно подобранная одежда. В зависимости от того, насколько трудно подобрать одежду по вашему типу фигуры, возможно, стоит купить пару нарядов в магазине, а затем подогнать их по фигуре. Вы также можете спросить её, в какой одежде и с какой прической она хотела бы видеть вас. Я тот человек, который просматривает историю сообщений людей, и твоя любовь к жене просто восхитительна, чувак. Я думаю, она будет в восторге, если ты расскажешь ей об этом, и возможно, она также сможет дать несколько советов. Приведите себя в порядок. Это первый шаг. Принимайте душ, стирайте, пользуйтесь зубной нитью, чистите зубы каждый день. Найдите режим ухода за кожей, следуйте ему. Пройдите курс терапии. Это как замена масла. Это базовое техническое обслуживание, если вы не откладываете его на потом. Обновите свой гардероб. Легко быть самым одетым парнем в комнате. Я слышал, как несколько женщин говорили. Они ненавидят, когда парень не прилагает усилий на свидание. И они имеют в виду одежду. Это добавит плюс один к вашему внешнему виду, так что сейчас вы на 4 из 10. Обновите прическу. Сделайте несколько свежих причесок у парикмахера, если вы уже несколько лет ходите с одной и той же прической. Дайте им свободу действий над вашим куполом. Если ваши брови похожи на ежевичную грядку, сделайте их нитью. Еще плюс один, теперь у вас средний уровень 5 из 10. Купите новые очки. Вы все еще носите золотую оправу 99 года? Сходите к окулисту. Может быть, теперь у вас 6 из 10, если зритель любит очки. Все в порядке. Это самое простое. Вы могли бы сделать все это за день, если бы у вас были амбиции и немного денег. Теперь самое сложное. Это обновление образа жизни. Они привлекательны, потому что доказывают, что вы вкладываете в себя силы. Изменено. Это примеры. Добавьте сюда то, что вам нравится делать. Не делайте вещи только ради свиданий. Делайте вещи ради самих вещей. Научитесь играть на инструменте. Каждый может научиться хотя бы одному, но на это уйдет несколько лет. Так что учитесь. Добавляет плюс один. Если вы хотите присоединиться к хору, я могу связать вас с деком Шароном. И он найдет вам местный хор. Я не выдумываю. Прочитайте несколько автобиографий. Это позволит вам взглянуть на жизнь с разных точек зрения. Пройдите несколько курсов. Сделайте это в любом случае. Это базовый уровень, так что никаких дополнительных очков. Научитесь немного танцевать. Сальса или свинг. Оба хороших варианта. Это поможет вам выйти на улицу и потрогать незнакомых людей. Комфортное владение своим телом это плюс один. Приведите себя в форму или поддерживайте ее. Лучше питайтесь, больше двигайтесь. Пейте воду. Продолжайте в том же духе до конца жизни. Запишитесь в группу бега или в тренажерный зал. Посещайте различные занятия в тренажерном зале. Попробуйте их все. Это даст вам еще плюс один. Вот и все. Как перейти от трех из десяти к твердым восьми из десяти. Тебе скучно и не знаешь что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше сорока видосов на темы, которые никогда не увидишь на ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Количество ответов, в которых упоминается душ, базовая гигиена, печально. Это не то, что вы должны делать, чтобы казаться более привлекательным. Это то, что вы должны делать по умолчанию. Если люди, оставляющие комментарии, искренне считают, что это хороший совет, тогда возможно стоит взглянуть на себя и привести себя в порядок, прежде чем пытаться привлечь других. Маленькие шаги. Подровняйте вырез. Сделайте чистую стрижку, например, блондирование. Или если у вас есть действительно красивые волосы, сходите в хороший салон и попросите их поработать с ними. Дезодорант каждый день. Ходите в спортзал, даже если это 15 минут в день, 4 дня в неделю. Это лучше, чем ничего. Уже через неделю вы будете чувствовать себя и выглядеть значительно лучше. Это как разжечь огонь. Начать может быть очень трудно, но после постоянных усилий он становится самоподдерживающимся. Серьезно, занятия спортом сделают вас немного привлекательнее. Кроме того, когда вы войдете в привычку, вы начнете чувствовать себя просто потрясающе. Вы увидите равную награду за ту боль, через которую вы прошли. Если вы тощий, начните прямо сейчас и увеличите потребление здоровых калорий. Перестаньте смотреть видео для взрослых. Это дерьмо так засоряет ваш мозг, что вы не поймете этого, пока не попытайтесь бросить. Это поможет вашей самооценке, которая влияет на то, как вы себя ведете и как вы себя держите. Что напрямую влияет на то, как воспринимают вас люди. Поищите силовое позирование. Медитация. Скачайте Headspace и позвольте им научить вас, как правильно это делать. Наконец, питайтесь здоровой пищей. Ешьте овощи, белок, делайте смузи, откажитесь от обработанных углеводов и простых сахаров. Вы почувствуете себя лучше уже через несколько часов. Следуйте этим советам три недели подряд и вы станете совершенно новым человеком. Я бы буквально поставил на это свои сбережения. Люди будут думать, что вы самая горячая штучка со времен хлеба Чалах. Для меня лично я бы сказала, что это хороший выбор привычек и распорядка дня. Парень может быть супер красивым и хорошо сложенным, но если он принимает неправильные жизненные решения, это очень непривлекательно. Проводит слишком много времени на вечеринках, ма**бирует три раза в день, не спит до 4 утра и так далее. Я считаю привлекательным, когда парень уделяет время семье и друзьям. Уделяет время себе, разумно тратит деньги и имеет другие хорошие привычки. Душ, ухоженная борода, волосы, подходящая одежда, легкое прикосновение одеколона. Приведите себя в форму, не обязательно быть кинозвездой, но не быть тучным очень полезно. Будьте полезным, добрым и не высмеивайте других в ее присутствии. Если вы высмеиваете других, то велика вероятность, что вы высмеиваете ее, когда ее нет рядом. Будьте уверены в себе. Это значит быть теплым и дружелюбным, не показывая страха отказа. Не ведите себя кексуально, иначе вы покажетесь жутким. Просто ведите себя так, как будто вы считаете, что все уже ваши друзья. Когда вы узнаете девушку, которая вам нравится, задайте ей вопросы о себе и узнайте ее получше. Иначе будет очевидно, что вы хотите только переспать. Если вы чисты, хорошо одеты и не являетесь женоненавистником, который считает, что кекс это то, что вы делаете с людьми, а несовместный опыт, вы никогда не будете одиноки. Совсем не обязательно быть богатым, но если женщина хочет детей в ближайшее время, то парень, который может содержать ее в период воспитания детей, будет лучшей перспективой. В 16-25 лет деньги многого не значат, но щедрость это индикатор будущей финансовой зависимости. Личная гигиена. Быть надежным, заслуживающим доверия и безопасным для окружающих. Будьте в хорошей форме. Не приставайте к женщинам в неподходящее время или в неподходящем месте. Улыбайтесь. Поймите, что то, что хорошо смотрится на другом человеке, может не понравиться вам. Научитесь реалистично оценивать свою внешность. Мужественность – это хорошо. Токсичная мужественность – это плохо. Узнайте разницу. Уверенность в себе – это кексуально. Высокомерие – нет. Узнайте разницу. Слушайте. Слушайте на самом деле, а не в ожидании следующей возможности заговорить. Если вы хотите привлечь женщину, слушайте, что она говорит, а затем подумайте, может ли в этом быть глубокий смысл. Не будьте тем парнем, который запоминает ее слова о том, что ей нужна новая сковорода, а затем с гордостью покупает ей сковороду на день рождения. Позаботьтесь о себе. Точное значение этой фразы зависит от культуры и стадии развития. Вы не обязаны быть идеальным, но должно быть ясно, что вы не пренебрегаете собой. Не пытайтесь казаться более грозным или не угрожающим. Первое очевидно, но второе может показаться странным. Проблема в том, что если приложить значительные концентрированные усилия, чтобы казаться не угрожающим, есть риск выглядеть фальшивым, а если это произойдет, то это приведет к неприятным последствиям. Культивируйте разнообразные интересы. Это означает, что вам нужны такие интересы, которые посторонний человек не смог бы перепутать друг с другом. Самый очевидный случай в нашей демографической группе – это аниме, манго и видео, которые слишком легко спутать друг с другом. Но есть и другие возможности. 3D, печать, обработка и механика – еще один такой набор. Не все ваши интересы должны быть так легко отличимы друг от друга, Но как минимум два должны быть, и лучше больше. Одностороннее мышление – это жутко. Никаких усов. Либо полная растительность на лице, либо никаких волос на лице. Если вы носите очки, сходите в приличный магазин оптики и попросите кого-нибудь помочь вам подобрать стильные очки. Сходите к хорошему парикмахеру, который умеет ухаживать за ушами, носом и бровями. Неухоженные мужчины выглядят довольно неприятно. Носите чистую одежду и дезодорант. Вам не нужна дорогая одежда, но носите одежду, которая вам подходит, И, как правило, лучше выбрать однотонные цвета, натуральные ткани. Чистите зубы, подойдите к стоматологу и отбеливайте зубы, если на них есть пятна. Не курите сигареты, читайте книги, слушайте музыку, следите за различными мировыми, национальными, местными новостями. Соблюдайте манеры поведения за столом и будьте внимательны к другим людям. И имейте чувство юмора. Этого должно хватить. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент на 6 часов беспрерывного просмотра. Обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.